Труд облагораживает и вообще говорят, что именно он сделал из обезьяны человека. Трудятся все, но некоторые достигают настоящих профессиональных высот. Именно такие высококвалифицированные специалисты со всего мира приедут в Казань в 2019 году на чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Поговорим об этом с нашим гостем. У нас в студии Айрат Мубаракшин, руководитель департамента по работе с волонтерами автономно-некоммерческой организации директора спортивных и социальных проектов, которая организует работу волонтеров на предстоящем мероприятии. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, сколько человек будут добровольцами на чемпионате WorldSkills в Казани и что входит в их обязанности? К организации проведения чемпионата в Казани будут привлекаться 2500 человек. Из них 400 человек приедут к нам из регионов России. 100 человек, как правило, такая статистическая цифра. Это иностранных специалистов, которые традиционно передвигаются за мировым событием по миру. Функциональные обязанности волонтеров, как всегда, очень разнообразны. Их можно разделить условно на несколько категорий. Есть функции общего профиля, так скажем, транспортные услуги, медицинское обслуживание, работа с посетителями и так далее. Есть специализированная история, связанная с IT-компетенциями. И, конечно же, третье, самое главное, это соревновательная площадка. Здесь мы не говорим о спорте, но дух спортивный все равно присутствует в мероприятии. И это самое массовое функциональное направление, более 50 компетенций, представленных в соревновательной программе чемпионата. И в каждой из них, конечно же, будут помогать ребята. А вот можно ли волонтеров назвать профессионалами, так же, как и участников чемпионата, на котором они будут участвовать? Безусловно. Это определенный скиллс, и жест доброй воли, и волонтерство, и безвозмездная помощь. То, чем занимаются ребята, тоже своего рода скиллс, как для человека. И однозначно его можно назвать профессионалом в этом деле. А что движет волонтерами в их работе? Ведь это не оплачивается? Нет, не оплачивается. Но здесь, помимо материального, на самом деле, возможно, для кого-то гораздо больше даже дает волонтерство, потому что это развитие, саморазвитие. И здесь преследуют цели ребята абсолютно разные. С учетом того, что категория волонтеров по возрастной категории, это от 14 лет и до того момента, пока бодрость духа еще присутствует, и есть желание трудиться, но для нашего волонтера серебряного возраста, и преследуют цели все абсолютно разные. Есть ребята, которые получают практику по образованию, которые получают средне-специальное, да, если мы говорим о данном чемпионате, высшее, практика языка, практика в сфере услуг. Есть ребята, которые не безразличны, и они с очень активной гражданской позиции, они хотят ее высказывать, они хотят быть полезными, и это самая лучшая площадка для того, чтобы себя, собственно говоря, в этом реализовать. Опять же, соревновательный дух, как вы сказали, и еще и... Однозначно, однозначно, но и надо понимать... Отзовутся новыми друзьями. Конечно, конечно, это... Там не безразличные в общем и целом к жизни люди, они максимально разнообразны, максимально интересны, и быть в этой среде, конечно же, желанно и почетно, что, собственно говоря, ребята и делают. Да, вот в июне этого года Казань примет несколько матчей чемпионата мира по футболу. Волонтеры уже готовы к нему? И можно ли еще успеть стать добровольцем? Волонтерская программа чемпионата мира по футболу подразделяется на две подпрограммы. Есть волонтеры Оргкомитета и есть городские волонтеры. Я вкратце расскажу. Волонтеры Оргкомитета занимаются непосредственно организацией соревновательного процесса турнира. Городские волонтеры – это обязанность города-организаторов, в частности, Казани. И наша задача – оказать сервисы самой многочисленной и разнообразной клиентской группе, такие как болельщики и гости. Программа Оргкомитета на данный момент сейчас уже закончила рекрутинговую кампанию, формируются списки ребят, состав команды и готовятся к обучению. В программу городские волонтеры на данный момент по-прежнему можно подать заявку на нашем сайте, если можно, я его рекламирую. Волонтерс.дсп.казан.ком Все очень стандартно для любого человека. Заполняется анкета, подается… То есть каждый желающий. Каждый желающий, совершенно верно. Далее в марте месяце 6-го числа у нас стартует рекрутинговая кампания. В очном собеседовании, либо в скайп, либо в телефонном собеседовании будет формироваться список команд по семи функциональным направлениям. И к июню месяцу, к 11-му числу мы во всеоружии будем готовы встречать чемпионат. Ну, может, какие-то требования особые есть? Вот, например, Рустем вот у нас мечтает стать волонтером. Вот он сможет? Да, что нужно знать, вот меня интересует, да. Ну, смотрите, во-первых, нужно яркое и большое желание, это однозначно. У него есть? Ну и для каждого из функциональных направлений, правильно будет сказать, есть свои требования. Естественно, необходимо быть провоксинами, естественно, необходимо, если мы учетуем, что мы набираем городских волонтеров, знать свой город, вот, знать историю своего города, знать достопримечательности и иметь возможность рассказать об этом с легкостью любому интересующемуся. Понимаем, что мы работаем на международном мероприятии, и здесь есть требования к знанию иностранного языка, как минимум английского, и по уровню знания здесь уже подразделяется, смотря в каком функциональном направлении мы будем работать. Если это ребята на информационных станциях, которые расположены на всех туристически привлекательных маршрутах нашего города, таковых немало, вот, значит, соответственно, знание английского языка нужно чуть выше среднего, для того, чтобы иметь возможность ответить на любой интересующий вопрос гражданина иностранного, пребывающего в наш город, от таких вопросов вы даже не представляете, какое количество и насколько они неожиданно бывают. Заняты стопроцентно или можно совмещать? Нет, ребята у нас работают не больше шести часов, вот, естественно, все согласно трудовому законодательству, в том числе, с ориентирами. Есть ребят несовершеннолетние, те работают не более четырех часов, вот, ну и дальше идет просто сменность, собственно говоря, сам рабочий день, естественно, он идет целый день, там, от 10 до 12 часов, просто делится по смене. Ну да, вот, меня интересует, наверное, еще такой вопрос, возраст от и до? Для казанских ребят, вот, если мы говорим о чемпионате мира по футболу, это от 14 лет и до, как я уже сказал, пока есть силы, у нас 80 с небольшим лет был волонтер Куб Конфедерации, вот, и если мы говорим на тему WorldSkills, то это ребята за пределами Казани, это от 18 лет, что в целом позволяет им самостоятельно передвигаться, ну и также для людей из города Казань, его 14 лет. Спасибо вам большое за занимательную беседу, мы желаем удачи и волонтерам, и вам, конечно же. Спасибо большое.